Вот очень хорошее понятие и слово драйв, как называется телесериал, который сегодня на нашем канале, потому что драйв это то, что должно сопровождать человека на протяжении всей его жизни. Когда ты идешь на работу, ты полон сил, энергии, но... Как мы по утрам. По утрам. Не только по утрам, на течение дня. Но наступают такие моменты, или такой момент, о котором мы сейчас поговорим, когда тебе уже не то что не до драйва, тебе и с кровати-то вставать не хочется. О профессиональном и не только выгорании поговорим с нашей очаровательной гостьей. Оксана Тавровская, психолог, эксперт-полиграфолог у нас в гостях. Оксаночка, доброе утро. Доброе утро. Оксана, знаем, что вы хотели начать с нами беседу с какого-то интересного интерактива, связанного с профессиональным выгоранием. Ну, мы готовы, что... Давайте. Это тест. Для того, чтобы вам было интереснее слушать в дальнейшем меня, чтобы вы понимали, касается это вас или не касается профессионального выгорания. Давайте. Ответьте только честно, для себя, можете не говорить это вслух, на вопросы, которые я вам сейчас буду зачитывать. И вы, дорогие телезрители, тоже зачитываете. Да, кстати, отвечайте вместе с нами. Если на три пункта из зачитанных мной вы ответите себе честно «да», значит, вы уже на пути профессионального выгорания. Итак, все чаще чувствую себя подавленным. Первый пункт. Второй. Быстро устаю. Третий пункт. У меня проблемы со сном. Четвертый. Я редко чувствую голод. Пятый. Мне трудно и я устал. Шестой. На работе на меня навалилось слишком много всего. Седьмой. Я часто злюсь и чувствую разочарование. Восьмой. В нынешней ситуации на работе чувствую себя беспомощным. Девятый. У меня такое чувство, что всем на меня наплевать. И десятый. Я больше так не могу. Ой, вы знаете, такое счастье, когда на все 10 вопросов я искренне для себя ответила абсолютно категоричное «нет». Но я думаю, что есть все-таки те люди, которые отвечали «да». Вот давайте о них и поговорим. Оксана, давайте разберемся в первую очередь с тем, что же такое, в принципе, профессиональное выгорание. Правильное определение все-таки. Профессиональное выгорание – это психологическое и физическое истощение, которое вызвано стрессовыми ситуациями в процессе профессиональной деятельности. То есть, если вы чувствуете усталость, если вам не хочется идти на работу, это первые признаки. Ну, если после выходного дня вы с удовольствием идете на работу, значит, все в порядке. Просто выдалась сложная неделя. Как можно отследить еще, да? Какие признаки еще бывают профессиональные? Ну, в принципе, сейчас, по-моему, в тесте это были признаки, я так понимаю, завуалированные признаки профессионального выгорания. Да, 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 именно. Можно наблюдать за своими коллегами, да, и видеть, что происходит с ними. Если коллега, который всегда приходил на работу раньше, начинает опаздывать, и это происходит регулярно. Я держусь еще. Это один из признаков. Если коллега перестает проявлять интерес к деятельности в компании и к жизни коллег, это тоже один из признаков профессионального выгорания. Если начинается сарказм, уродливый братец гнева, как сказали в одном из моих любимых фильмов, это значит, что уже накопилась агрессия, которую он таким образом выражает. Цинизм, сарказм, недовольство всем, что происходит, перепады настроения от гнева до уныния. Это тоже один из признаков психологического профессионального выгорания. Интересно, а бывает такое, что человек именно в таком состоянии приходит на работу, устраиваться на нее? Значит, он где-то уже выгорел. Уже все, да? Выгорел и пришел к вам. Аксана, как не перепутать? Вы знаете, бывает, когда человек из отпуска выходит. Вот у нас есть сегодня один коллега, который первый день вышел из отпуска, я его спросила, как у тебя настроение, он говорит, все плохо, 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 не хочу работать. Это признак профессионального выгорания или это просто такое психологическое перестроение? Психологическое перестроение, если это не продолжается в течение первой недели, и следующей неделе у него все равно все плохо. Будем следить за ним, значит. Да, понаблюдайте. Хорошо, можно как-то предотвратить профессиональное выгорание? Или все-таки это та стадия, которая достигает абсолютно любого человека, который, ну, допустим, долгое время работает в одной и той же фирме или на одной и той же должности? Можно снизить риски профессионального выгорания, если вы рационально распределяете свое время на работу, на отдых. Есть люди, которые не отдыхают даже дома, у них все время телефон на пульсе, как говорится. Сколько людей я сейчас представляю себе? У тебя, кстати, тоже есть люди, о которых я прям подумала, которые всегда сидят на телефоне. Да, они останавливаются. Это прямой путь к профессиональному выгоранию. Должно быть рационально распределено время, вы должны планировать свой отдых, отдыхать обязательно, 7-8-часовой сон, вовремя кушать, ну, элементарные вещи, заниматься спортом, иметь хобби, которое тоже будет отвлекать вас от работы. А имеет ли значение, на любимой ли работе находится человек? Конечно, это большое значение имеет. Но дело в том, что профессиональное выгорание бывает нередко с теми людьми, которые очень любят свою работу, потому что он слишком отдыхался ей, не разграничивая это время на отдых, и выгорел. Ну, то есть, в общем, самое главное, что и от самой любимой работы тоже нужно отдыхать. Оксана, а вот психологи говорят, что место работы нужно менять каждые 5 лет. Так ли это? Для того, чтобы вот именно не подвергаться этому профессиональному выгоранию. Ну, на мой взгляд, не обязательно менять место работы, можно менять свои задачи. Можно, да, заниматься в одном направлении, потом развивать себя в другом направлении. Главное, чтобы это было интересно, чтобы все время поддерживать себя в тонусе, скажем так, интерес. А мне интересно, а кто больше подвержен эмоциональному выгоранию? Мужчины, женщины, вообще возрастная категория? Когда это эмоциональное выгорание может наступать вообще? Оно может развиваться как за несколько месяцев, так и годами. Нет гендерной принадлежности профессионального выгорания. Все мы там, да? Все в группе риска, да. Оксан, ну вот мы вначале говорили про профессиональное выгорание, а Леша сейчас употребил термин эмоциональное выгорание. Это разные понятия или все-таки они взаимосвязаны? Ну, профессиональное выгорание, получается, что это первый шаг к эмоциональному выгоранию. То есть невозможно одно без другого. Человек психологически истощен, то есть эмоционально выгорит. То есть эмоциональное выгорание, это даже еще серьезнее и глобальнее, да, чем профессиональное выгорание? Да, эмоционально можно выгореть и дома. Оксана, быстро, коротко скажите, вот все-таки человек не может, вот он понял, на большое количество вопросов в тесте ответил да, тяжело, плохо ему, выгорел человек, что ему делать, куда ему идти и как ему быть? Ну, идеальный вариант это обратиться к специалисту, то есть к психологу. Ну, наше общество пока что еще не идет такими прогрессивными методами, поэтому для начала надо подойти к руководству и попросить отпуск. Попросить отпуск для того, чтобы отдохнуть. Если вы ценный сотрудник, я думаю, что руководство вас поймет, объяснив ему эту ситуацию. В общем, друзья, если вдруг вы почувствуете, что пора, что уже подходит, да, к краю ситуации, просите отпуск, прям сегодня не откладывайте, а у нас в гостях была Оксана Таровская, психолог, эксперт-полиграфолог. Оксана, огромное вам спасибо. А мы, тем временем, друзья, перемещаемся в западную часть Донской столицы, в парк Плевин. Там какая-то непонятная ситуация с детской площадкой, давайте разбираться. Продолжение следует...